Я думаю, что было бы достаточно, если в земельной комиссии свою позицию озвучила на сессии, чтобы... Вы вообще принимали, я прошу прощения, принимали решение 10 лет? Да, мы не принимали, но в последнее время нашей профильной комиссии не принесли. Нет, ну так как вы в проекте решения написали 10, в чем комиссия? Вы же написали 10? Они написали в заявлении 20, вы написали 10, в комиссии вы дали 10. Ну и все. А теперь у них, что они приняты, что они... Ну проголосовали, проголосовали. Нет, ну они могут свою позицию озвучить на сессии. Посмотрите, я поддерживаю вас. Пускай земельная комиссия, на сессии, голова земельной комиссии встанет и скажет, что у нас есть пропозиция. В связку с тем, что в заявлении было написано так, мы пропонуем депутатам, Игорь Юрьевич ставит на голосование, если депутаты проголосовали, и все. Поднимутся хай, проголосовала комиссия, проголосовала. Это право комиссии, хотят, хай, поднимаются. Мы же от себя тянулись, мы же договаривались, но никто же напередует. Ну если честно, то тут еще же проговорили, какие порядные системы. Да, воны же с нами идут на комиссию обсудили, что-то, бачки, договорились 10, 10 истала. Ну хорошо. Значит, предложили, что мы их не выносим, да? Ничего, 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 припримали в договорах. Мы, там, нет, земельная комиссия, берет в рейтинге. Земельная комиссия, хай, сама вылежит. Нет, цены не сами должны вылежать, потому что, что, конечно, если хотят, пускай выходит с пропозиции, а мы... Ну я лично тут не вижу там, ну не плюсов и плюсов, то есть, хай, нужно будет проголосовать, я проголосую. Это наступное пропонование договоривания к изобретению. Деючий заговоры о рейтинге, объектами коммертийного призначения, выждаетесь, а разоблияние. Деючий. Поплата на минуту? Да, дай Бог, пускай будет платить, а все равно еще. Разве Карабельский спрашивал, полка Нарвала, имени Миколаевна там... Деючий, шо я? На заложенности двадцать старый универмаг. Почему нет? Нет. А шо цена? На заложенности двадцать. Это большой двадцать этаж. Девять этажка двадцать. Двадцать? А двадцать этаж? Если два, то заложенности два. Это продуктовый монастырь. Цеха двухэтажная. Правильно? Наверное, да. Как поликмахерская была, напротив старого кинотеатра. Старый дом. На заложенности двадцать. Продуктовый магазин. И там... Ну, на углу... Ну, в общем, достаточно. Есть вопросы какие-то? Да нет. Карабельского округа. Да нет. На заложенности двадцать. На заложенности двадцать. Старый Германия. Такий срач у Батмареша. Да, пристройка. Я тоже снаебрался. Но там, Господи, там поле непробивания человека. А, вот она с этой стороны срабатывала. Поняла. Ну, прикусы и все. Нет. Послушайте. На комиссию. Тысячу семьсот один раз. Тысячу семьсот другой раз. Тысячу семьсот третий раз. Такие проблемы. Вообще, я вам скажу, Игорь Юрьевич, очень правильное решение с благоуствием, с инспекцией благоуствием. По сумам так вообще сейчас. Чтобы вы понимали. Только-только кто-то открылся и уже стоит, говорит, вы должны вот здесь все убрать. Неделя вам на то, чтобы убрать. Мы только что смотрели проект землевого строя. И я за что звонил. А вот что немае зоны, грубо говоря, ответственности данного предпринимателя за оборки территории. Там намерена территория. Непонятно, кого мы можем убирать. Ну, здесь идут. И где? Понятно. Мне сейчас понятно. Смотрите. Все знают, где территория, как прилегают. И есть закрытые схемы. Нет, нет, нет. Понятно. Только знаете, что непонятно? То, что я говорил. Что нам нужно комиссию с благоуствием как-то чуть-чуть стимулировать и увеличить. Инспекцию. Ну, инспекцию, извините. Потому что, придя вот туда, ему нужно найти, вот сколько у нас там властники вот этой всей будильи. Ему нужно сейчас каждому подойти. Смотрите, эти будильи. Сейчас есть такие. Вот сейчас у нас эко-маркет. До борбюрного камня там пройти невозможно. Там конкретно земля уже. Кто-то что-то убирает. Да им плевать вообще на это. Один раз, второй раз заштрафовали. А потом уже можно и другие там какие-то. А со двора что там? А со двора что сварится. Поэтому тут я вам скажу. Ну, давайте пересматривать их положения. Давайте им давать какие-то еще там повноважения дополнительные. Этой инспекции. Почему нет? Я вам еще раз говорю. Только открылся человек. Ну, не то что открылся, а зарегистрировался. Новая фамилия в реестре. Они уже пришли с припасом. С припасом. С припасом. На второй раз уже приходят штрафуют. И правильно делают. Так. 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 У нас вообще есть пункт 1. измельцов. Красивый? А вот ты фиксировал. Не, так нет. Не, не было. Хм... Ведь мы были в рецепт сфотом, где мы были в Граждане. Не, не было в Граждане. Не, не было. Да, не было. А это для вас это было, Игорь Ильич. У нас в основном чинен документацию, мы собираемся звонить эту комиссию и искаживаем на дипосудовое спасибо, потому что сидельник оформленного ВКРУ и честь статьями такими оформленного СССР до имя, законодательного призывания обводят, вложение подкосновения комиссии Минской Рады прошло вас. В час рождения мы искали 29 МДС, в заместь сидельника о оплатывании его и самодоправлении соцзахиста населения органов, чекомитета Минской Рады, на дате мне подтверждение протеяния атомной реегистрации, мы искаживаем в 2021 году на 2018 году, подтверждение протеяния атомной реегистрации, мы забыли направить на мою реегистрацию. О, я бачу, бачу, бачу. И другая заявка, скарга. Очень хорошенько, Игорь Александрович, и она дополюет то же самое, что было подано в 2021 году на 2017 году, тогда, насколько я помню, Игорь Александрович не появился. И, ну, оскільки у нас по повноважениям комиссии у нас достаточно таких скарг, скажем так, нам Управление соцзахиста населения не подпорядковано, мы не правим керевництвом, у меня была бы такая рекомендация, что рекомендувати заявнику все-таки звернутися із скарги до повноважного органа міської ради и с данными скаргами. Ему запропоновать? Ну, рекомендувати, вернутися до органов, який має на це повноважение, щодо розгляду скарги. Ну, вот второй вариант мне нравится больше, чем первый. Второй вариант мне нравится. Звертайтесь за адресою, извините. Ну, у нас нема повноважения щодо розгляду скарг, посадовых осіб, оскільки заходи впливу на цих посадовых осіб у нас, очевидно, нема меня. Это, по-перше. По-друге, это непонятно повноважение. Согласен. Кто за данную пропозицию может проголосовать. Могу услышать. Все тоді. Дякую вам. Так, все тоді, Геннадий, наш учерковний, природовий учерковний. Так, я оголошена. Значит, сесія міської ради відбудеться у вівторок 24-го світня об 11-ті години ранку. И еще раз. 24-го вівторок об 11-ті години ранку. А чому? Не о 9-ті, а об 11-ті. По-сходу не слушай. Чи чого? Чи именно? Що подавиться? В зв'язку зайняті стою гривою речі. А вопросов много сильно? 18 или 20. 19. Ну, в принципі так. Все? Все. Дякую.